Девушки отдыхают Кого нужно нанимать, как нужно делать продукт и так далее Вы получили все эти знания, а после этого пришли к инвестору и вам отказали Вот я вам расскажу про то, почему вам отказали в этот момент Вот кто пытался получить инвестиции, поднимите руку, пожалуйста И кому из вас отказали? Хотя бы раз Есть такие люди? В общем, я вам расскажу, почему вам отказали На самом деле, если вы все возьмете причины, которые существуют на этой планете Почему вам отказали? Они делятся на две большие категории Первая категория – это плохие менеджеры постсоветского пространства Это номер один И вторая, причем вы плохой менеджер Не те, кто вас собеседует, а вы плохой Потому что вы не понимаете, что такое принятие риска Что такое монетизация и так далее И вторая причина – вы не понимаете, зачем вы нужны инвестору Вот сейчас я вам покажу те диалоги со стартапами либо с инвесторами, которыми вы ввели последний год-полтора И переведу вам немножко с девелоперского на инвесторский, а потом на человеческий Чем я вообще занимаюсь? Я живу в таких двух мирах Первый мир – я занимаюсь развитием продуктов Я его очень люблю, и это основное мое занятие И второй мир – это привлечение инвестиций Два этих мира абсолютно разные Вам нужно это понимать И я вам расскажу потом, почему Вот эта фраза – это моя любимая цитата из того периода моей жизни, когда я занималась поддержкой маркетинговых мобильных приложений Мне приходили письма, которые звучали примерно следующим образом Я суперразработчик, у меня суперкод, я сделала отличное приложение Запустила его на андроид-маркете, а потом у меня возникли проблемы с маркетингом Вот в этом моменте маркетологи обычно дико смеются, ложатся на пол И в принципе так же чувствуют себя инвесторы, когда вы приходите к нему и говорите Я суперразработчик, я супер понимаю технологию, я знаю, как ее продать Но тут у меня возникли проблемы с привлечением инвестиций Это означает, что вы неправильно донесли то, что вы хотите И вас не поняли Первый вопрос, который вам зададут инвесторы после того, как вы примерно рассказали, чем вы хотите заниматься Кто же ваша целевая аудитория? Из разговора с одним стартапом я выяснила, что их целевая аудитория это люди То есть хорошо, что они собаки Если вы не можете мне, как инвестору, либо как представителю инвестора рассказать Кто же будет пользоваться вашим продуктом Какие люди будут ее покупать Какая компания хочет купить вашу технологию Я не смогу понять, во что я вкладываю деньги Кто мне вернет потом эти деньги Вы должны понимать, что инвестор это финансовый институт Он имеет больше общего с банком и с финансовым менеджментом Чем с жизненным циклом продукта и девелоперскими услугами Вы должны понимать, что они хотят свои деньги обратно Вот эта фраза, она из того же самого разговора Она такой ночной кошмар у всех инвесторов Когда вам говорят о промоиндизации, мы подумаем потом Мы сначала разработаем, мы сделаем супер продукт Но монетизация это мы дам Нам не интересно Опять же вопрос, как мы будем возвращать наши деньги Мы не понимаем То есть первый перевод в голове инвестора идет Хорошо, они сделают продукт, они потратят кучу моих денег Потом они выбросят этот продукт, подумают про монетизацию, сделают другой Соответственно, жизненный цикл продукта и его разработка увеличивается Увеличивается количество денег, которое мы отдаем на разработку И уменьшается результативность К сожалению, таких фраз очень много Постоянно То есть раз в месяц я слышала от девелопера, что про монетизацию Мы подумаем потом На самом деле наш регион Я называю это постсоветским пространством То есть это СНГ, Украина и Грузия Они уже известны тем, что у нас очень плохие стартапы У нас стартапы очень сырые С плохим менеджментом, со слабыми идеями Так вот не надо ухудшать ситуацию И говорить, что монетизация нам не интересна Это как-то не про нас Как уже говорил Слава в своей презентации Должно быть все секси Вот должно быть секси Если вы присылаете презентацию, например, Коле И дизайн там на одной странице один, на другой другой Это не только мешает восприятию всего письма Но это еще и показывает ваш непрофессионализм в каком-то смысле Если у вас нет дизайнера Либо вы чувствуете у вас плохой вкус Наймите дизайнера из суперсайта Там Одеск, Фриланс Вы заказываете дизайнерскую работу Там за 50 долларов Они вам приводят это в красивый вид Приводят презентацию в красивый вид Узер-интерфейсы Они приводят в красивый вид Сам брендинг всей вашей продукции Потому что это должно привлекать Это должно Мы хотим вас купить не только за код Вот код мне иногда неинтересен Мы хотим купить за картинку, за упаковку Про тестирование идеи Кирилл сказал, что он не советует Запускать продукт, когда он еще не готов Если я услышу фразу У меня есть супер продукт, но я никогда его не тестировал Я буду считать, что все, что вы написали Все цифры, которые вы написали в своей презентации Они неправда Вы не знаете вообще ничего Ваш продукт изменится Многие спикеры до меня говорили Что на этапе, когда вы только начинаете делать компанию Вы не понимаете, что с ней происходит В принципе, следующая фраза Что у нас есть продукт, но мы не хотим его запускать Потому что он не идеален В принципе, для меня звучит точно так же Она звучит... Я не протестировала идеи Я не знаю, о чем я говорю Наша команда разработки В Владивостоке Я, если честно, попыталась найти какой-нибудь город в Украине Который далеко и до него не доехать Но я очень плохо понимаю географию Поэтому я выбрала что-то мне знакомое Представьте европейского инвестора Живущего, например, в Вене Каким образом он будет добираться до Владивостока? Возьмите инвестора, живущего с разницей 12 часов от Москвы То есть 12 часов поезд в Сан-Франциско, например Как он будет контролировать это? Все вопрос контроля Как он будет доверять, что вы действительно тратите его деньги на то, что вам нужно? Плюс к этому У него нет тех локальных знаний Которые может вам предложить локальный партнер Подумайте, может быть, вам не нужен европейский инвестор Может быть, вам нужен инвестор Который сидит с вами в одном городе Но он четко знает всю вашу подноготную целевую аудиторию Может помочь еще и контактами Еще один барьер, помимо географического Это действительно языковой К сожалению, очень много стартапов, которые приходят Они действительно не говорят по-английски И это не смешно Как инвестор будет вас контролировать Если вы даже не можете сказать ему что-то Как он будет понимать, что вы разделяете те же принципы с ним Те же дедлайны или что-то еще Это самая большая ошибка, которая совершает статап Они не понимают, как себя оценивать Откровенно говоря, я до сих пор не понимаю эту историю Почему, когда вы продаете квартиру Вы приводите к себе оценщики недвижимости Почему-то, когда стартапы продают себя как компанию Они приводят либо соседа, либо гадалку И они говорят Ну, наверное, примерно Сегодня мы стоим 10 миллионов Вы оказываетесь в такой ситуации, что вы хотите увеличить стоимость компании А инвестор хочет ее занизить Соответственно, ваша компания Это такая коробочка, которая с одной стороны привязана к одному паровозу С другой стороны к другому паровозу И это паровозы в разную сторону Пока вы не договоритесь, ничего не произойдет Вы договорились И тут начинаются танцы про то А сколько это процентов мы отдадим вам Вот это не работает даже математически Вы не можете при эволуэйшене 10 Отдать 5 процентов И хотеть, чтобы вам дали 2 миллиона То есть, ну, simple math, linear math Он работает везде Подумайте, как вы это хотите Эта фраза, на самом деле, она очень такая Экстремальная Это действительно один белорусский стартап Сказал мне, что Когда они получат свои инвестиции От инвестора, достаточно известного в России Они вернут первоначальную инвестицию основателям Если вы говорите такое Это значит, что вы не верите в свою идею Значит, что мне не имеет смысла никакого вас вкладывать Потому что вы не хотите заложить свою квартиру Чтобы осуществить эту идею Лучшее, да Как говорила Алена Вам нужно нанимать людей с правилом минус один Я ее полностью в этом поддерживаю Потому что сразу же, что сделают стартапы После получения инвестиций О, мы знаем 10 человек в Киеве, которые нам подойдут Они суперспециалисты И всех десятерых мы нанимаем Как я это перевожу у себя в голове? Я не знаю, как я буду строить продукт Я не знаю, какие люди на каких этапах мне понадобятся Я не понимаю, зачем я должна вкладываться в стартап Которые даже не рассчитывают план Б Что вы будете делать с этими людьми, если у вас ничего не получится? Будете их увольнять План Б обычно звучит еще смешнее План Б я уйду работать в Google, Mail.ru, Яндекс и так далее Когда стартапы говорят такое Первое, что это говорят мне Я не просчитывал, что я буду делать И как я буду возвращать инвестиции Если все пойдет плохо Соответственно, я взял деньги Ничего не получилось, я ушел Второе, что мне говорит это Что вы комфортно себя чувствуете В корпоративной структуре Соответственно, как только что-то плохо пойдет в стартапе Вы встанете и уйдете У меня не будет никакой команды, которая это делает Это прошлый месяц Стартап, в который вложился один московский инкубатор На вопрос, как они будут собирать себе аудиторию пользователей Мне было сказано Будем пиариться Хорошо, пиариться, отлично Как? Не, нам не надо об этом думать Про нас подумает инвестор Инвестор никогда про вас думать не будет Они не будут вас пиарить Немножко, да Только для того, чтобы поднять цену того актива В который они вложились Но все, начиная там от листовок, баннеров Маркетинг, пиар и так далее Всем этим занимаете вы За все будете ответственны вы Да, вы можете нанять Какого-то человека, который профессионально этим занимается Но в любом случае за вас никто ничего делать не будет Стандартные фразы, которые мне говорят Знаете, я не буду вам рассказывать вот это Потому что это наша коммерческая тайна Вы очень много хотите Я надеюсь, это не я так кричу Я не могу вам рассказать Все это коммерческая тайна Если для успокоения вашей души вам захочется подписать идею Подпишите его Но инвестору нужно понимать, что все чисто Чистая команда, чистый код Все, во что он вкладывается Это asset Соответственно, вы ему должны предоставить Как можно больше информации Чтобы у него создалось такое чувство комфорта Соответственно, вы нивелируете все риски Которые возникают у инвесторов Вы нивелируете HR риск Нивелируете риск Например, того, что идеи никогда не прорастет Потому что он его не понимает На самом деле, инвестор постоянно говорит Одну и ту же причину Почему они отказывают стартапу Потому что они так до сих пор и не поняли Чем же стартап занимается И нафига им вообще нужен этот русский Или украинский Или какой-то еще стартап Когда можно на самом деле вложиться в Китай Или в Индию Это на самом деле не тривиальный вопрос Потому что Если вы возьмете европейского и американского инвестора Он сравнивает Россию с другими рынками Не только с другими европейскими рынками Да, постсоветское пространство Это самый большой европейский рынок Но по количеству людей, живущих на нем Он меньше, чем Китай, Индия и так далее Соответственно, вас сравнивают не между собой А между вами и другими Соответственно, вы должны как можно больше Дать понимание инвестору, что у него есть контроль над этим Что у него есть четкое понимание Кто будет работать над этим Что вы не уйдете И он должен понимать, что это вы такая огромная, большая, красивая машина Вот как вот там стоит Вы красивая машина А у инвестора ключ от этой машины Вот он должен его повернуть И машина сведется и поедет Тогда в вас вложится Тогда он не скажет нет Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...